Друзья, рекомендую подписаться на канал Макса. Он снимает видео о питании, влоге, тренировке. Посмотрев хотя бы одно видео, вы поймёте, что это не фигня, это нечто крутое. Ссылка в описании. Тренировки до дня в день, из года в год, и ты получаешь своё. Всем привет, друзья! Продолжаем нашу серию обучалок, и сегодня мы будем качать грудь. Я покажу все упражнения, их будет где-то 4, может 5, наверное, посмотрим по ходу. Это будет как упражнение с гантелями, так и без гантелей, чтобы добивать просто нашу грудь. У нас нету тут скамьи, но мы будем делать вот на этом асфальте, короче. Давайте посмотрим. Поехали. Упражнения на грудь с гантелями очень хороши тем, что они помогают растянуть нашу грудь максимально. То есть со штангой вы не сможете сделать вот так. Но, конечно, я тут тоже не смогу, нужна скамья, потому что тут у меня, блин, асфальт не даст просто руки вниз опустить. Но покажу как технику, как надо делать. Итак, первое упражнение у нас будет стандартный сжим гантелями. Мы должны лечь на скамью, на скамью, не на асфальт, потому что тут невозможно. У нас нету скамьи, к сожалению. Смотрите, как это выполняется. То есть мы держим гантели на уровне груди, вот тут где-то. Руки опускаем вниз, растягиваем их на максимум. Я тут не могу растянуть. Растягиваем. Делаем вдох, когда вниз опускаемся. Когда вверх выдох. Вниз вдох. Вверх выдох. И мы должны чувствовать мышцу. Когда мы растягиваем ее максимально, мы должны ее прочувствовать. Когда мы идем вверх, мы не должны просто выжать вот так. А мы должны вот тут еще в этой фазе, то есть мы должны скрутить, как будто руки друг к другу прижимаем вот так. И напрягаем еще сами вот эту грудь. То есть смотрите. То есть я не просто выжимаю вот так вверх и оставляю. Я еще напрягаю вверху и еще пытаюсь руками вот так друг к другу свести гантели. Следующее упражнение это разводки с гантелями. Тут опять же неудобно. Делать нужно на скамье. Это упражнение выполняет функцию груди. У нас грудь выполняет вот такую функцию. Она делает, ну как я не знаю, разгибание, да? То есть разводки вот эти самые есть. То есть оп, а спина у нас вот так скручивает. А грудь наоборот вот так. Смотрите, как это делается. Ложимся. У нас теперь уже не жим идет, а разводки, да? Разводки выполняются вот так. Вот тут делаем вдох. Руки опускаем ниже, если вы на скамье делаете. Туда прям глубоко. Растягиваем максимально наши мышцы. А вверх мы делаем выдох. И опять же, вверху мы не просто вот так поднимаем и оставляем. Вверху мы должны максимально грудь просто свести. То есть вот в этом месте у вас грудь должна максимально напрячься. То есть вы делаете вот так. И еще усилием своим, не только гантелями, еще своим усилием груди вы ее сокращаете. То есть и пытаетесь руки ближе свести друг к другу, а не просто их выпрямить вот так. Итак, я забыл сказать вначале, что для новичков нужно делать 2-3 подхода. Где-то, ну не знаю, 4-8 повторений для начала попробуйте, если вам сложно. Берите полегче вес, чтобы можно сделать где-то было 8-12 повторений. То есть, возможно, не такие, но полегче что-нибудь. 8-12 повторений бомбите. Я новичок, я делаю по 15 и 20. Вика говорит, по 15-20 делает, но у нее не такие гантели были, они были поменьше, тут 6 килограмм. Вообще-то там тоже по 6, я с ними делала. Ну вот, короче, делайте по 10-12, если хотите рост мышц. Если хотите, как она похудеть, по 15-20 бомбите. Это правильно. Кто сказал, что я похудеть хочу? Я хочу быть качком, как ты. Тогда делай по 8-12. А знаешь, почему я хочу быть качком, как ты? Да. Чтобы потом тебя убить. И занять твое место на ее канале. Она хочет мои 90 тысяч подписчиков. Все, продолжаем дальше. Итак, следующее упражнение – это обычные отжимания, а потом у нас будут отжимания узким хватом. Обычные отжимания качают обычно внешнюю часть и вот нижнюю часть груди, да? Отжимания узким хватом качают вот эту внутреннюю часть груди. Смотрите, как это делается. Обычные отжимания, ну, средним, либо широким хватом. Тело у нас должно быть абсолютно прямое. Делаем мы до конца. Вверху выпрямляем руки. Опять же, вниз идем, вдох. Вверх, выдох. Тело не нужно прогибать, вот так выгибать вверх. Оно абсолютно прямое, как стрела. Теперь отжимания узким хватом. Смотрите. Как я и сказал, отжимания узким хватом качают внутреннюю часть груди. Они качают, конечно, и трицепс, и внутреннюю часть груди, но где-то 50 на 50 я беру. Смотрите. Ставим домиком вот так и делаем. У нас руки идут не вот туда, а немного, они как бы разводятся. И тут очень хорошо чувствуется вот эта как раз часть. Когда вы делаете вот этот выжим, да, грудными мышцами, то вы должны еще сами напрягать их, пытаться как будто сократить их сами. Смотрите. И вот в этот момент вы пытаетесь руками еще, как я показывал с гантелями, только тут руками еще пытаетесь прям выжать, и грудь максимально сократить. И последнее упражнение это отжимания с возвышенностью. Чтобы прокачать всю нашу грудь, у нас тут есть три отдела. Верхний, средний и нижний. Отжимания с возвышенностью качают верхний отдел. Он очень важен, он у меня отстает. Смотрите, как делать. Ставим ноги куда-то наверх, руки где-то, ну, наверное, на уровне плеч, пошире немножко, и отжимаемся. Опять же, здесь стараемся не прогибать наше тело, стараемся держать его прямо, выгибаем, распрямляем руки на полную, и пытаемся немножко, как бы, достать подбородком земли, когда мы идем вниз. Обычная техника, все просто, не забывайте дышать, когда при усилии выдох, когда вниз идете вдох. Итак, друзья, спасибо за просмотр, вы увидели пять упражнений, которые прокачивают все отделы нашей груди, верхнюю, среднюю и нижнюю грудь. Поэтому поставьте лайк этому видео, если вам понравилось объяснение и так далее. Ставьте лайк обязательно, лайки мотивируют меня снимать новые видео. Поставьте еще колокольчик, он напоминает о том, что у меня вышло новое видео, и подпишитесь на канал обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Пока!